За приключениями Лары Крофт мы следим уже очень давно. Самая первая часть вышла ещё в бородатом 1996 году. За эти годы вышло немало хороших игр и не очень хороших игр. А в 2013 году серию полностью перезапустили, и перед нами предстала совершенно новая Лара Крофт — хрупкая молодая девушка. Новая Tomb Raider, разработанная Crystal Dynamics, была очень хорошо принята как игроками, так и игровой прессой, поэтому продолжение не заставило себя долго ждать. Уже в ноябре прошлого года пользователи консоли Xbox смогли первыми на себе опробовать новые приключения этой невероятно обаятельной расхитительницы гробниц. А в конце января Rise of the Tomb Raider добралась до персональных компьютеров. О ней пойдёт речь в нашем видеообзоре. В Rise of the Tomb Raider мы продолжаем наблюдать за превращением Лары в настоящую расхитительницу гробниц. После событий первой игры Лара понимает, что её отец, который большую часть своих лет посвятил поиску таинственного артефакта, дарующего молодость, был прав. И она решается продолжить поиски отца и отправляется в Сибирь, чтобы найти реликвию и искупить вину за то, что очень долго не верила отцу. На пути Лары встанет таинственная организация Троица, которая также занимается поиском. Именно этим ребятам предстоит противостоять на протяжении всей игры. Пожалуй, главным отличием ПК-версии от консольной — это улучшенный уровень графики. Разработчики добавили немало пунктов графики в меню, но, к сожалению, настройки, которые делают освещение в игре более реалистичным и придают окружению эффект объёма, потребуют наличия в вашем компьютере мощной видеокарты. Тем не менее, нельзя не отметить более чёткие текстуры, падающие тени от объектов и улучшенную дальность прорисовки. Стоит только забраться куда-нибудь на гору или на какое-нибудь высокое строение, как перед вами открывается ещё более впечатляющая, чем на Xbox One, картинка. Rise of the Tomb Raider погружает нас в большой игровой мир, который наполнен различными тайнами, гробницами и множеством вражеских солдат, которые важно расхаживают по локациям. Отдельно хочется отметить детально проработанные гробницы, которые поражают своим размером, а головоломки, которые нам приходится там проходить, стали изобретательней и интересней. Вот, к примеру, в одной из локаций Лара найдёт подземные катакомбы старинного города, в котором высоко под потолком находится необходимый для неё артефакт, и чтобы достать его, нам предстоит полностью затопить гробницу. Всё происходит в несколько этапов. Сначала нам нужно повернуть рычаг в одном месте, в другом устроить взрыв. И так, пока мы не достигнем необходимого уровня воды. И таких головоломок огромное множество. Немало работы разработчики проделали и над игровыми локациями. Полноценного открытого мира в игре нет, но размер локаций заметно подрос. На больших центральных локациях игроку всегда есть чем заняться. Посюду валяются различные сундуки, тайники и детали для нового оружия. И НПС, которые будут с радостью давать вам второстепенные задания, типа пойди зачисти вон ту пещеру от волков, или не могла бы ты Лара принести мне сумку, которую я бронил, когда уносил ноги от бандитов. Так как размер локации возрос, разработчики добавили возможность телепортации от костра к костру, что позволяет очень быстро возвращаться к пройденным локациям. Что касается системы развития, то она полностью перебралась из Tomb Raider. У Лары все также есть три ветки умений, которые можно развивать. Каждый из веток имеет определенный набор способностей, разблокировав которые, наша подопечная будет обучаться новым боевым приемам или различным полезностям, которые помогут ей выжить в суровой Сибири. Система апгрейда оружия тоже не сильно изменилась. Нам все также нужно собирать различный хлам, а после улучшать свое оружие. Также разработчики оставили детали для нового оружия, собрав определенное количество которых, мы получаем новый лук или пистолет. С механикой боя в Rise of the Tomb Raider дела обстоят куда лучше. При встрече с врагом у игроков большое количество вариантов для маневра. Каждый раз, когда перед Ларой встает враг, невольно начинаешь придумывать различные тактические приемы. Вот тут лучше обойти толпу бойцов, а здесь я лучше заберусь и спрыгну на врага как ассасин. И все это сопровождается взрывами, криками бойцов или тихим стоном Лары. Больше всего в Rise of the Tomb Raider нам запомнился момент на замерзшей реке. С одной стороны Лара Крофт, а с другой — восемь здоровенных охранников в тяжелой броне. И это серьезный вызов. Но благодаря нескольким отверстиям во льду и оружию Лары, у бедолаг не осталось шансов. В игре вообще много возможностей для экспериментов. Можно выбрать стеус прохождения, подождать, пока толпа солдат разбредется, и ликвидировать каждого по-тихому. Правда, ближе к концу игры у вас могут возникнуть трудности в бою, но если вы собирали все, что разбросали разработчики по уровням, и прокачали достаточно умений, то вас в любом случае ждет победа. Несмотря на незначительные изменения, новый Rise of the Tomb Raider — это большой шаг вперед для всей серии. Crystal Dynamics взяли выигрышную формулу первой части и всячески ее улучшают. За что им большое спасибо. На этом у нас все. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить палец вверх. Текст читал Роман Поликарпов специально для VigiTimes.ru